Слава Украине! Привет всем от Полонского! ГУР предупреждает о опасности, как вам сказать, что расисты готовят сейчас проведение в Украине различных митингов, различных мероприятий. Людей на них набирают за деньги с анонимных телеграм-каналов. Набирают тех, кто будет стоять с плакатами, тех, кто, видимо, будет, я не знаю, там какие-то заворушения делать. И тех, кто это все будет очень аккуратно снимать. Насколько мне известно, сейчас в Украине вообще какие-либо политические акции запрещены. Потому что они сейчас скажут, иди отличи, какой от расистов, например, акция, а какая от местных, от нормальных людей. Смотрите, дело в том, что от обычных людей я вижу две такие акции, которые проходили, скорее всего, в Киеве. И вот то, что я могу вам сказать с разрешения властей, это первое, это фри-азов, родственники, друзья азовцев, которые требуют их освобождения. Я сейчас не рассуждаю о пользе или вреде от этих акций. Я говорю, то, что вот происходит, это первый момент. Второй момент, это был один или два раза за время войны акция была людей, у которых лопнуло терпение. Вот те, кто пайщики по квартирам были, у Кырбуда, потом это все переросло в Киевгурстрой. Вот люди до сих пор не получили квартиры. И вот они тоже бастовали. Там тоже можно понять, ситуация сложная у них, у некоторых просто очень сложная ситуация. Вот такого рода два вида митингов я видел и, пожалуй, все. При той разнице, что вот до войны, я же очень много митингов освещал. Тут у нас в Киеве иногда были митинги, чтобы вы представляли по два по три раза в день различных сил, различных совершенно направлений, политические, экономические, экономико-политические, религиозные, какие хотите. Но сейчас война, ситуация другая. Да, так вот, для расистов сейчас очень важна ситуация с тем, чтобы ее раскачать. Раскачать ее в Украине. Я не знаю, какими они будут пользоваться предлогами для сбора этих митингов. Но я так себе представляю, могу представить, что они могут для этого использовать. Ну, например, предлога неправильной работы ТЦК. Предлогом может быть, ну что, ну, демобилизация, например, требование демобилизации. Требование окончания войны. Почему-то требовать ее будут здесь, а не от Путина, да? Ну, что-нибудь такое. В таком плане, видимо, что-то может произойти. ГУР об этом уже знает. Соответственно, я так надеюсь, СБУ тоже знает. Это понятно. Где они будут? Ну, по крайней мере, в интернете пишут, что есть вероятность по Киеву, по Одессе, по Днепру. По каким-то другим городам я не слышал. Но кто его знает, вы же понимаете. Вот, то есть, есть телеграм-боты, телеграм-каналы, которые это все дело ищут и так далее. Получится из этого что-нибудь? У них нет ничего, не получится. Да, смысл этих акций. Смысл этих акций создать напряжение в обществе. Идеальная картинка будет, если кого-то там, да, затолкают, побьют, не дай бог, и так далее, и так далее. Это все снимут, это все, да, под разными ракурсами, чтобы это все было красиво и так далее. Это понятно. Вот, то есть, вот такая задача сегодня ставится расистами. И, ну, об этом узнали вовремя, как говорится, сейчас будут работать по этому вопросу, я так понимаю, профильные службы. К чему я это все записываю? Не поддавайтесь на провокации. Если услышите что-то подобное вот в ближайшее время, значит, чтобы вы уже знали, откуда, как говорится, уши растут. Растут.